Рабочий день Светланы Лариной, как и любого другого социального работника, начинается с похода в магазин и аптеку. За три года деятельности в этой службе она уже наизусть знает перечень любимых продуктов и необходимых лекарств для всех своих подопечных. Наши получатели со временем, вот у меня своя группа, они становятся частью моей семьи, потому что мы очень тесно общаемся. Я знаю все их нужды, все потребности, кому в поликлинику надо, кому лекарства выписать, какие продукты кому где покупать с учетом их достатка, с учетом их хронических заболеваний, какая жирность, это тоже для них все очень важно. По образованию Светлана медицинская сестра всю жизнь посвятила этой профессии и только совсем недавно решила сменить место работы, но осталась верной своему истинному призванию помогать людям. Это с первого взгляда кажется все просто, но на самом деле это профессия не для всех. Это нужно иметь опыт, нужно иметь терпение, любовь к людям, проникнуться в своих получателей, быть им полезным, понимать, что им нужно. Как отмечает героиня нашего сюжета, людям старшего возраста нужно внимание. Им хочется общаться, делиться новостями и историями из прошлого. Каждому подопечному она старается найти свой индивидуальный подход. Очень доброжелательный человек, безотказный. Иногда вот даже у меня нога болела, она помогала и этот массажик сделает, и мазь какую-то порекомендует. Светлана Ларина отмечает, что круг обязанностей работника сферы социального обслуживания достаточно широкий. Поход в банк для них это сложно. Некоторым трудно добраться до поликлиники самостоятельно. У нас также в центре есть социальное такси, которое мы предлагаем своим получателям для поездки в поликлиники и по их нужным. Несмотря на то, что работа занимает большую часть ее времени, Светлана не забывает и о своей собственной семье. Ее надежная поддержка и опора – сын, дочка и внучка, которой недавно исполнилось 8 месяцев. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, ВИДНЭТВ. Субтитры создавал DimaTorzok